Добрый день! В этом республиканском конкурсе Гомельчина в первую очередь приняла удел в 2012 году. И сразу «Перемога» и диплом «Лепшая в область Беларуси для развития бизнеса». Летость «Поспех» повторили, причем у своей номинации «Лепшим» был признан еще и Чачерский район. Эта победа, пожалуй, общая. Победа всех экономических служб, всей исполнительной власти, контролирующих органов, таможни, торгово-промышленные палаты, общественных объединений. У каждого есть лепта в эту победу. Ну и, безусловно, прежде всего, заслуга наших предпринимателей. Для Гомеля такая «Перемога» первая. Тем больше приемно признание выников работы, якая проводится в этом накерунку. Тут, правда, робится шмат для поддержки приватных инициатив. Мыта накерованная деятельность позволяет створать новые прационные месяцы и повеличивать поступления в городский бюджет. Основной удельный вес – это предприятия и сфера торговли и услуг, это 52%. Порядка 12% – производство, 9-10% – это строительство. В целом могу сказать о том, что удельный вес поступлений в консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году составил более 33%. В прошлом году это была цифра 31,2%. Создана рабочая группа и работает по рассмотрению практически всех вопросов, которые связаны с развитием малого и среднего предпринимательства. Это и вопросы земельного законодательства, вопросы реконструкции помещений, вопросы аренды, то, что связано с архитектурой. Комиссии по развитию предпринимательства и створению новых вытворчастей все не иснуют во всех районах в области. Звычайно их означают старшины выконавших комитетов, ци их наместники, что позволяет эффективно и оперативно вырешать вопросы, которые возникают. В общем, что ты же за ситуацией в целом по Гомельской области. Летость субъекты малого и среднего предпринимательства перелешили в бюджет 3,5 триллиона рублей. Все лета – еще около двух. Это пока шаг дарыш и так само улишиваются при вызначении переможцев. Количество малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, на тысячу жителей в каждой территориальной единице, сумма уплаченных налогов, удельный вес, опять-таки, в процентном отношении их поступлений, от общего числа поступлений и так далее. Олеся Нсюрова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель. На передней у Турове отбылся пресс-тур с уделом польских журналистов и простойников у Турфирмов. Головная задача мероприемства – продемонстровать богатый и разностайный туристичный потенциал, який один из самых старожитных городов Беларуси может сегодня пропоновать замежным гостям. Организатором пресс-тура выступило Национальное агентство по туризму, суместно с Головным управлением идеологичной работы, культуры и по справах молоди, и Управлением спорту и туризму Гомельского обловы Конкама. Вероника Ворошилина с подребязностями. В Гомельщина не здарма славится и край гостиной и ветлевая. Тут, саправды, ведают, как примать гостей. Житковицкая земля – не выключение. У зельников пресс-тура на меже Брестской и Гомельской областей сустракали хлебом солью и народными песнями. Агульный фотосдымок на память на уезде у Житковицкий район, а далее – рух по распрацованным маршруте. Первым объектом наведывания в программе стал Турунский молочный комбинат. Это сучасное экспортно-ориентованное предприемство, которое специализуется на выпуске сыров. Тут вырабляют высокоякосный по всех параметрах продукт. У ассортимент на пиролику сыры ведомых европейских оттунков – моцарелла, маскарпоне, рикотта и иншая. Это мягкие, полуцвердые сыры, вырабленные по итальянской технологии, а так само – уластные рецептуры. Подчас дегустации у дельники пресс-тура смогли оценить продукцию предприемства, одягучи специальной галереей с панорамными вокнами, поназирать за вытворшим процессом. Продукцию этого комбинета я оценивал как простой обыватель, так как не сильно разбираюсь. Впечатлил сыр с паприкой. Мне также очень понравилась экскурсия. Видно, что это современное предприятие, которое выпускает большое количество видов сырной продукции и оправдывает вложенные сюда средства. К слову, с молочной белорусской продукцией я до этого не сталкивался и сейчас полакомился ею от души. Ознаемились у дельники пресс-тура из открытым акционерным товарыством «Туровщина». Буйным агропромысловым предприемством, ведущими на прамках «Яколос», является вытворчность и перепроцовка сельской господаршей продукции, а так само – развитие агроэкотуризму. Запросили гостей у туристичный комплекс «Трумень», где створены усе умовы для активного отпочинку. Комфортабельные домики, ресторан, палевничные угодзи и арендованная частка Раки-Прыпять для аматоров рыбалки. Летесь в этот туристичный объект принял больше 2000 наведальников. Дорогие, для повышения объема экспорта туристичных послуг и притягнения на Гомельщину замежных гостей в нашем регионе проводится серьезная усебаковая работа. В этом году предусмотрено больше 200 маршрутов по Гомельской области. Они интересны для наших туристов, они интересны, конечно же, в первую очередь для иностранцев. Люди, которые приезжают в нашу Гомельскую область, они отражают, что да, вы на правильном пути. Естественно, мы не будем останавливаться на том, что достигнуто. Будем организовать те же самые рекламные туры и рекламировать свой регион в Гомельской области. Про то, что нужно больше про себя заявлять и рекламовать свои послуги на разных международных выставах, отзначают и удельники пресс-тура. До приклада туров это не только один из самых старожитных городов Беларуси, и он так само издевляет удалым сполучением вытворчего, культурного и паломницкого туризма. Тут сконцентровано шмат уникальных объектов, которые обовязково затекают замежных гостей. Например, судодейные крыжи на Борисоглебских могилках, тирештке, одинага помника монументальной архитектуры Паудневой Беларуси, православного храма 12-го ста годя, представленный у Туровским кресноучным музея. А еще богатый природный потенциал и неподробная ветливость гостиных Жахарова-Полесья. Меня впечатлила не только этот музей, этот объект, но вообще и туровщина от момента нашей встречи, от самого гостеприимства, также и от того, что мы посмотрели, потому что я сама туроператор, я 20 лет работаю, но я не знала, что у вас такая великолепная сейчас инфраструктура, что ездят ночевать, рестораны есть и все. Здесь можно сейчас и останавливаться и показывать уже более в таком полном объеме. Вероника Ворошилина, Валерий Гыпанько, телерадио-компания «Гомель» с Турова. С дипломом у руках, высокородными думками и великим жаданием допомогать людям. У Гомельском державном медицинском университете выпускны. На урочистой церемонии уручения дипломов, а в закончении научной установы побывала Вольга Славина. Уже шмот годов Гомельский державный медицинский университет сирот лидеров Украины. Это отдел студентов в навыковых семинарах и доследованиях, спортивных споборностях и творческих фестивалях, мероприемствах гражданской патриотической накерованности – и они зауседы в леку первых. В оси сенне они самые-самые, самые пригодшие и счастливые. В этом году университет выпускает 587 дипломовальных специалистов. 19 червяня были уручены 163 дипломы студентам медико-диагностичного факультета. Зараз подошла черга выпускников лечебного факультета. Селета их 365 человек. Очень жалко, что 365 отечественных студентов и 59 студентов из иностранных государств покидают наш родной университет. Это были очень хорошие студенты, которые всегда стремились знанием и продолжают стремиться сейчас. Я надеюсь, что наши специалисты проявят себя высоко квалифицированными врачами не только в Республике Беларусь, но и в странах постсоветского пространства и в дальнем зарубежье. Конкурс у меди завседы высокий. Про это ведут и за межами краины. Студентов, которые прибыли за межи в ВНУ, с каждым годом становится все больше. Селета диплом доктора отримывают граждане Индии, Сирии, Шри-Ланки, Йемена, Ливана и Палестины. Великой популярностью медицинский университет используется в молодости Туркменистана. Выпускник лечебного факультета Гучгелдзи Гаражаев у Гомель трапил не выпадково. Не так давно этот же университет скончила его сестра. Батька выпускника – так само врач. У свой час скончил Беларуський державный медицинский университет. Шесть дней очень быстро прошло. Я очень благодарен нашим преподавателям, ректору, что дали очень ценные знания, поделились своими опытами. Я также благодарен нашим президентам Республики Беларусь и нашему Туркменистану. Это еще раз укрепило нашу дружбу между странами. Вольга Славина, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель». Гомельщина развиталась изудельниками 10-й республиканской спартакеяды школьников. На передодни подведены выники опошняга гульневого дня. Вызначены переможцы по баскетболе и футболе сирот юнаков. 24 год была северочистая церемония закрытия с поборництвов с подробностями Дмитрия Котау. На зеленом газоне сустракаются команды города Минска и Минской области. По выниках набранных баллов у попередних гульнях столичные футболисты уже стали лепшими. Гэтый поединок для их неуформальный характер. А вот оппоненты у вынику перемоги могли подняться с третьего места на другое. Одразу было башно, что настрой гульцов в черной форме больше высокий. После первого тайма Лиг-2-0 на корысть команды Минской области. Свои прозвища у протокол унесли Виктор Сотников и Роман Ширин. В середине другого тайма меньшане намаганиями Ростислава Шавеля скоротили отставание. А лишь на финальный штурм не хватило сил. У вынику Лиг-2-1, який задоволил усих. Очень много приехало тренеров из Минска, которые будут работать со сборной. И несколько ребят уже взяли на карандаш. Они приезжают и целую неделю сидят здесь, смотрят, наблюдают за ними. То есть ребята достойные есть. И в будущем я надеюсь, что они раскроются и покажут все свое мастерство. Поединок помеж баскетбольными командами Минска и Гродинской области Сирот Делчат обывасково уводил в историю спартакиады, как один из самых драматичных. После первого периода спортсменки с Гродно лидировали с ликом в 16-7. И у Вогулю выглядали массней за своих оппоненток. А лев другим периодом быцем вышла иншая команда со столицы, которая поступово стала скоротчать отставание. До финальной сирены шла ровная боротьба, и в основный шанс переможцу не выявили. 65-65. В год отковой пятихвилинце миншанки не покинули соперницам шансов. Огульный лиг 78-66. Первое место по баскетболе и у минских юнаков. В опошнем поядынку яны перемогли команду нашей в области. 62-40. Мы очень рады, и тем более размещение было очень хорошее, еда тоже. И, короче, спасибо вам большое за то, что мы сюда приехали. Ну, короче, мы первые. Ура! Ну, Гомель – красивый город, нас хорошо приняли. Мы чемпионы, ну и все круто. Да, этот турнир вообще был очень сложным. Все соперники были достойными. Также финал с Гомелем очень хорошую игру показали. Нам было очень сложно, но мы смогли это сделать. Коншатковые выники Спартакеяды подвели на церемонии закрытия. По летних видах спорта у нашей команды третье место. Другое – у Гродинской, а переможцем стала команда города Минска. У Огуль на командном залику по Спартакеяде, на жаль, Гомель только и на шатвертой месте. У призерах Могилев и Гродно, а перши изнов столичные спортсмены. Очень надеемся, что каждый ребенок, который провел это время, эти две недели на Гомельской земле, увезет частичку тепла, доброты Гомельской земли. Республиканская Спартакеяда завершена. Ее удельники развитываются с Гомелем, а летние развитываются со спортом. Для многих из их, гэты из поборницей станут стартовой пляцовкой у великий спорт. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Новины региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by. И на гэтым выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Удалых вам выходных днен и до новых сустречу эфиры. Субтитры создавал DimaTorzok